На русском радио Вот это пятница Вот это пятница Пятница С Юлией Барановской Все к лучшему Дождались все, дождались у нас в гостях Виктория Дайнека сегодня Вика, привет! Привет! Ой, мы так тебя ждали Я так рада вас видеть, вообще безумно Так понравился твой новый секси-клип Ой, да, правда? Очень красивый Понравился? А вот теперь рассказывай нам Я так понимаю, что это самое яркое событие уходящей недели Правильно же? Ну, вообще, да Самое яркое Так, и рассказывай теперь Супер долгожданное Вообще, я очень давно планировала снять клип на эту песню Но как-то вот так складывались обстоятельства Называется «Если бы ты знал» Если бы, да Но так как наш режиссер клипа был очень сильно занят одним знаменитым ТВ-проектом Мы все время откладывали съемки клипа Ну, в общем, мы наконец-то его сняли Наконец-то сегодня показали Я так рада Я очень его знала А кто режиссер этого клипа? Режиссер этого клипа Супер талантливый Игорь Рудник Это что, твоя первая любовь? Это моя первая любовь, да Самая большая такая Ну, на самом деле, я до сих пор его люблю очень сильно Ну, правда, мы уже давно очень, уже очень давно дружим Собственно, с тех пор как расстались Вот, но все равно, конечно, это такой для меня очень особенный человек Я, если честно, не ожидала его уровня профессионализма как режиссера Когда мы стали работать Я, честно, была так удивлена Думаю, надо же, какой ты удивительно талантливый человек, Игорь Рудник Слушай, то есть ты можешь всем рассказать, как это можно после отношений остаться друзьями Это же самая большая проблема всех Как это возможно? А давай вот твой секретик мы как раз узнаем после твоей же песни Ты не против? Ну, за встречу послушаем Вику Дайнека на русском А у нас на русском радио Отличное настроение и Виктория, и Дайнека сегодня у нас в гостях Сейчас будет рассказывать нам главный секрет Как умудриться после того, как разошелся с кем-то, с мужчиной или женщиной Пара, короче, разошлась, остаться друзьями Ну, реально, вот как? И это не единственный пример Вот ты и с Игорем Рудником дружишь, и с другим, мы знаем, бойфрендов тоже дружишь Обнимаешься, фотографии выкладываешь серьезный, как хорошо Как ты так умудряешься? Ну, нет, я считаю, что во всех взаимоотношениях Ну, особенно на этапе их, когда они заканчиваются Часто возникают какие-то, ну, конфликтные ситуации, обиды, ну, там и так далее Единственное, что вот, например, с Гариком у нас, я этого не помню Я помню, что мы, как бы, хорошо общались сразу после Ну, потому что мы очень долго шли к нашему расставанию Четыре с половиной года А, то есть мы шли к нашему расставанию до четыре с половиной года Ну, нет, не все четыре с половиной Мы очень долго встречались, и потом что-то сходились, расходились, сходились, расходились Но нужно просто в какой-то момент отличить эту любовь к человеку И возможность вообще как-то вот поддерживать отношения Вот, но с другими, я должна сказать, что с одним вот знаменитым певцом Я, мне кажется, не разговаривала года полтора до того момента, пока я его стала как-то воспринимать как хорошую часть моей жизни С благодарностью, с любовью Я такая, на самом деле, не злопамятная Я очень быстро забываю плохое, и у меня всегда в памяти как-то вот остается это хорошее Я очень отходчивая Подожди, но это сейчас съемки клипа, секси клипа, да? А вот неужто ничто не вспыхивает такое? Не екнула Честно, если совсем честно, то я, конечно же, в процессе работы, то могу 10 раз заново влюбиться в человека Ну вот в плане как не просто там вот как старого друга А вот я всегда влюбляюсь в талант Поэтому у меня всегда мужчины все мои, они то певцы, то музыканты Потому что я когда вижу человека, то как он это делает, и то вот этого харизма, энергетика Я, конечно, честно во время съемок так смотрела, думаю, мама, дорогая Но потом как-то я быстро пришла на место, потому что я больше чем уверена, несмотря на то, что я очень с теплом отношусь к людям, с кем имела отношения Несмотря на все какие-то влюбленности секундные в процессе Я понимаю, что как бы в будущем, в прошлом нет, и как бы все идем своей дорогой Какая мудрая, да, у нас гости с тобой сегодня Вот я заслушалась То есть я правильно понимаю, что все-таки, наверное, ну с кем-то сразу хорошо расходишься, а с кем-то надо просто какой-то период дать Просто надо переждать Переждать, но не наговорить, наверное, ничего, да, чтобы это не сугубить, вот как-то выдохнуть Я считаю, что надо высказать сначала все Все, что хочется сказать Ну, не публично, я имею в виду Нет, конечно, не публично сказать все А потом уже, мне кажется, время расставить все по местам Потому что когда уже все обиды ты высказал, когда уже живешь совсем другой жизнью, сделал какие-то выводы, понял другого человека, понял себя Ну, а самое главное, вот у бывшего отца Да Простила? Ну, вот с ним пока мы никак не найдем общий язык, честно Вот это и, пожалуй, единственный человек А как ты думаешь по человеку? Не знаю, я даже задала вопрос психотерапевту Ну, да что такое, говорю, вот у нас никак не получается Но как бы у меня есть желание дружить, потому что у нас, ну, как бы общий ребенок и, ну, это важно Вот, но у меня не получается, честно Я вспыхиваю просто в секунду А у него есть это желание? Ну, не знаю, периодически он тоже пытается Но потом у нас как-то так выходит, что в процессе разговора находит коса на камень и дальше все взрывается Причем он взрывается, я взрываюсь и потом мы долго отходим Потом, ну, все, давай нормально общаться, надо, надо, давай, все Может, не отболело еще просто Это опять до момента Не то, чтобы не отболело, не знаю Ну, то есть надо как-то найти вот этот вот момент, когда мы можем абсолютно равнодушно разговаривать, не блокируя друг друга везде Даже так бывает Да, в блог полетели А мне нравится, мы нормально общаемся везде Не, ну, то есть, а это смешно, я иногда даю интервью, мы дружим, все хорошо А потом к следующему, он уже везде у меня в блоге Да, мы дружим, все хорошо, но я его заблокировала Сейчас какой этап, он в блоге или нет? Сейчас, да Понятно, вернемся А, кстати, у вас есть шанс позвонить на русское радио, вы тут еще пока не в блоге, если вы хотите Да, я хочу пообщаться с Викой Всем привет А еще на русском радио отличное настроение, потому что пятница, мы с вами его поднимаем, у нас же начало выходных дней, у нас Виктория Дайнека сегодня в гостях Вик, а ты знаешь, что вот это издание «Русская теленеделя» опубликовало новость о том, что ты заявила в прокуратуру на своего соседа Что это за история? Ну, даже не я одна заявила в прокуратуру, у нас был коллективный иск, в нем было больше 50 человек, которые свои имена, собственно, раскрыли, так нас на самом деле гораздо больше соседей, так как наш многоуважаемый сосед в 30 квадратных метрах в обычном доме держит огромного дикого зверя под названием пума Ты серьезно? Это же издевательство над животными Да, бедное животное И над соседями Бедные животные, бедные соседи, и выгуливает он его в парке с детской спортивной школой На поводке или как? Ну, на поводке, но какой толк этого поводка, силы у этого животного столько, если он решит что-то совершить, он совершит, и никакой его человек не удержит А ты не знаешь, что это мальчик, девочка, пума? Мальчик, мальчик, да Это какой-то инстаграмер известный? Ну, он не совсем известный, но он нацелен на изменить законодательство, узаконить пумы, сделать из них домашних животных Но честно, объективно, очень жалко животного жить в таких условиях Спать на одной кровати с хозяином Ну, это какой-то такой вид издевательства над животными, под прикрытием любви, заботы Вот, ну, в общем, да, поэтому мы все собрались Послушайте, вот есть домашние животные, есть дикие животные А это одомашненное, он так, наверное, говорит Нет, это не может быть, это абсолютно дикое животное Ну-ка, о чем 30 квадратных метров? Ну, это надо, я всегда говорю, как надо не любить животное, чтобы заставить его вот так мучиться А вот эти, которые всякие, знаешь, в инстаграме там у них и тигры, и львы, и медведи Хотя бы живут часто, как правило, в частных домах, в вольерах и в каких-то более-менее условиях А, во-первых, здесь ни для животного нет условий Во-вторых, он подвергает опасности людей Надо было зоозащитников на него натравить Это хуже, чем прокуратура Мы разговариваем и с зоозащитниками, и со всеми, но все равно есть какой-то определенный процессуальный момент Но, да, и мы все боимся, мы и за детей своим боимся Ну, то есть, как бы по улицам гулять особо небезопасно с таким животным Суббота, 4 часа дня, в парке идет футбольный матч, там играют дети в футбол Женщины ходят с колясками, гуляют, и человек идет с диким зверем Но это, конечно, такой сюр, ну, прям настоящий А он один живет? Это мужчина, да? Да, он живет один, да, мужчина А сколько ему лет, мне интересно? Ну, я не знаю, но... Ну, молодой или... Ну, мне кажется, что он, может быть, немного старше, чем я А как он реагирует на вас? Он называет меня пенсионеркой из фабрики звезд, которая пиарится на его животных Слушай Очень ласково Пенсионерка Ну, а что, Вика сказала, что в следующем году 20 лет Все, все, это получилось 20 лет, как что? Слушай, ну, а то есть, у вас сейчас вы бодаетесь, да? Еще пока до суда не дошло? Пока нет, мы ждем ответ от Следственного комитета Ждем ответа решения от прокуратуры для того, чтобы принимать дальнейшие действия Да, но мы как бы пойдем до конца, на самом деле Зоозащитники на моей стороне, на нашей стороне Ну, все соседи, нас здесь действительно очень много Ну, у него есть, конечно, и поддержка в роли каких-то заводчиков собак, которые с ними гуляют в парке Говорят, да вы что, да Геркулес, это милейший-милейший кот Я говорю, да, он милейший, я ничего не говорю Он действительно очень симпатичный, но он дикое животное, это дикий зверь, который нуждается в определенных условиях, физической активности И плюс, конечно же, не гулять в парке среди людей, там, где ходят дети и просто люди взрослые Мы на твоей стороне, мы как зоозащитники с Юлей известны Да, благодарю Она вот за китами полмира уже объехала, посмотрите 34 квадратных метра, ну, просто издевательство Сначала было 30, теперь уже 4 А что мы обсудим в следующем моменте? Про пенсию А еще, оказывается Ты договорилась уже, будут выплачивать на фабрике звезд, кстати, будут платить пенсию? Пенсионерам, да Ветеран сцены, это называется Какой пенсионный возраст А еще мы тут узнали, что у тебя вроде как завязался новый роман, об этом через пару мгновений А я напоминаю для тех, кто только что к нам присоединился, у нас сегодня в гостях Виктория Дайнека Да, я с вами А Макс тебе задал вопрос Это не я Это не ты, это на самом деле, вот в Инстаграм ты разместила фотографию с загадочным мужчиной, имени которого называть не стала И, конечно же, поклонники сразу предположили, что это твой новый мужчина Да, я знаю, но вообще-то интрига была в том, что угадай, кто это Это, собственно, был Игорь Рудник, он прятался за моей огромной спиной для того, чтобы все угадали На самом деле, очень многие его узнали, правда, никто не догадался в роли кого он присутствует на фотографии Все, конечно же, предполагали, что у нас снова с ним роман и что-то вот такое подобное Но я просто хотела, чтобы кто-то угадал, что мы наконец-то сняли с ним клип И это было для нас, так же, обоих знаменательное событие Так, ну а мужчина есть? Нет Да, кстати, мы читали, что ты еще сказала, что не будешь больше строить отношения с известными людьми Это правда? Почему? Вообще, надо, мне кажется, мне обещать, главное, не зарекаться Потому что, как только я говорю, что я этого никогда делать не буду, это будет следующее, что я сделаю Да, а потом думаю, так, ты же говорила никогда Но вообще, я как-то сейчас вообще не ввязываюсь ни в какие отношения И нахожусь в таком перерыве после своего прошлогоднего такого большого разрыва И честно, мне просто хорошо жить для себя Я просто в какой-то момент поняла, что я очень много трачу себя, своего собственного ресурса Для того, чтобы кому-то нравиться, быть классной, быть идеальной Но в отношениях же тоже можно жить для себя Да, но я пока не научилась Ага, то есть ты даришь сразу себя Да, я сразу дарю, стараюсь изо всех сил, вот хочу быть идеальной Мне прям вот, мне кажется, вот я кайфую от этого Но нужно перестать от этого кайфовать, нужно научиться кайфовать от самой себя Вот, и, собственно, я работаю над собой То есть ты в отношениях кого-то стоишь на первом месте Да Я правильно понимаю, да? И полностью в этом растворяешься? Да, полностью Теряя себя? Абсолютно Ну, у всех есть свои недостатки Слушай, а разве это недостатки? Все твои мужчины скажут, что это большой плюс Кого-то я про то Чувство ярче, эмоции Да, но наступает момент, когда ты никогда Ну, я знаю, как это сказать по-английски, не знаю, как по-русски В общем, наступает тот момент, когда тебя всегда недостаточно Как бы ты ни старалась, всегда будет что-то не то То есть всегда будет что-то, за что тебя упрекнуть Ты думаешь, боже, я ведь так стараюсь А ключевое вообще прекратить стараться Ну, то есть, да, еще, еще, еще во вкусы же входит Да Ты даешь, а у тебя еще больше Надо больше Слушай, ну, чтобы закончить тему с личной жизнью Да Не могу не обсудить с тобой, потому что это очень забавно Кто подарил сумку Нет, это наш общий друг, как бы С Викой, да У нас есть общий друг Друг, просто друг Абсолютно Ты сколько лет с ним дружишь? Больше десяти Вот, ну, я чуть меньше, наверное, лет шесть Ну, зовут его Егор Да Я просто недавно читала новости Телеграммы все перестрили этим Что у Егора, типа, почему все скрывают роман Егора с Олесей Капельниковой А потому что Олесе, типа, стыдно Потому что он несчастный Альфонс, который встречается с Светланой Ходченковой И долгое время изменял ей сын С Викторией Дайнека Честное слово, Светлана, никогда, никогда Светочка не изменяла На моей памяти точно нет Вы просто друзья Да, мы очень большие друзья Очень-очень-очень давно Кстати, нас, по-моему, Гарик и познакомил Это как бы наш общий друг Вот, и с тех пор не было ни разу такой ситуации Чтобы у нас был какой-то роман Мы как бы очень друг друга доверяем Как бы я делюсь с ними всеми своими проблемами личной жизни Вот Он, кстати, на своих девушек никогда не жалуется Достойный человек Вот, но, собственно, суть в том, что мы действительно очень близкие друзья Собственно, как и вы И мы, собственно, так, мне кажется, с Юлей видимся Только в общей компании с Егором То на Бали, то еще где-то Но суть в том, что ни у тебя, ни у меня Никогда с ним не было романа Да Против кого дружить будем, это называется Хорошо, вернемся, пока гости из будущего Русское радио в ваших приемниках никуда не уходите А мы продолжаем, дорогие мои любимые радиослушатели Или поднимать себе настроение Пятница же вечер, а скоро выходные А как пятницу встретишь, так выходные проведешь Виктория Дайнека у нас сегодня в гостях Мы, значит, проведем с Викторией Дайнека выходные, как минимум Посмотри на ее улыбку Она весь эфир улыбается Какой я вопрос каверзный не задашь Она все равно улыбается и отвечает, понимаешь? Я не знаю, что ты говоришь, что 20 лет в следующем году Где тебе самой 20 на вид? Ну я тебе клянусь, ты потрясающе Ты потрясающе выглядишь Конечно, ты вообще не поменялась Умница А что-то вот это спорт, да? Потому что фигура прям Я не занимаюсь спортом, к сожалению Но я думаю в него вернуться Я вот хочу присоединиться к ребенку моему в балетную школу И заниматься, ходить на уроки для взрослых Потому что вспомнить свое детство Да, бодибалет для взрослых Так, у тебя дочке 5 лет с половиной И ты ее не показываешь в социальных сетях Почему? Потому что я считаю, что вообще в целом Медийность в моей жизни, она лишняя То есть я очень люблю петь Я очень люблю своих слушателей Но я понимаю, что без публичности Нельзя, собственно, продвигать свою музыку Но для меня публичность дается очень-очень большим трудом То есть мне тяжело это выносить Но так как я сужу по себе Я как бы решила, что ребенку, наверное, такое точно не надо То есть если мне это тяжело То детям это будет в разы сложнее Но моя дочь, мне кажется, она совершенно на меня не похожа Она прям такая тусочница Она любит движуху Она любит, когда много людей вокруг Она любит быть в центре внимания при всем при этом Ну и я чувствую, что, собственно, несмотря на то, что я Да, я ее никогда нигде не публикую Не называю ни имени, ничего Я думаю, что она сама о себе заявит в какой-то момент Выбора у меня точно не будет Ты даже имя не называешь? Нет Тут ей уже приписали все Она же долго была без имени Решили, что она Лида Но ты сказала, что никакая она не Лида Да, да, она никакая не Лидия Хотя это прекрасное, безусловно, имя Очень долго мечтала ее назвать Софией Но так как у нее есть двоюродная сестра Тоже София Клейман Я подумала, что две Софии Клеймана Это будет too much Вот, но в целом, как бы, ребенок у меня живет обычной жизнью И, кстати, она всем любит рассказывать, что ее мама Виктория Дайнека Так, то есть, условно, те, кто занимаются с ней балетом в садике Знают, как зовут твоя дочка Да, знают, конечно, и в саду То есть, она не под каким-то там непонятным именем Она как по документам, так и устроена Ты же понимаешь, что как только она пойдет в школу Там, где смартфоны у всех, социальные сети, тиктоки Да, я все понимаю Я как бы не сопротивляюсь, но сама не провоцирую этого, скажем так А почему тебе дается тяжело публичность? Что именно тяжело тебе? Мне тяжело все Вот, например, когда много там светских мероприятий и так далее У меня бывает иногда такое состояние, что я вот уже приехала накрашенная, причесанная там в наряде А из машины практически со слезами выхожу, потому что мне это тяжело дается, действительно А что, когда людей много вокруг? Да, когда много людей вокруг, я начинаю теряться, я прям, ну, реально впадаю в растерянность такую И если я прихожу с кем-то, мне нормально Вчера буквально я была на мероприятии, где девушка, которая меня позвала, опаздывала в пробке Я приехала, я зашла в комнату, я понимаю, что я не знаю никого Я сфотографировалась и убежала, пока она не приехала, я туда не вернулась А у тебя такое всегда было? У меня такое было всегда, да Поэтому на всех светских мероприятиях, всю жизнь, что я помню, я приходила, фотографировалась и убегала, если у меня не было компании Подожди, а как же ты тогда решилась на фабрику звезд? Там вообще надо было зайти в комнату, где ты никого не знаешь, еще и жить с ними Нет, но это была другая история Мы, во-первых, очень быстро подружились в процессе кастинга То есть это было такое испытание для всех нас, что мы прям реально большая семья Вот, и жили мы очень дружно И мы этого внимания не чувствовали, но когда я вышла из дома, я все ощутила на себе Впервые, когда я просто шла по магазину с родителями, а мне начинали тыкать люди пальцами Я такая, мама Для меня это был такой небольшой шок Я не ожидала, что это именно вот так Но, с другой стороны, я знаю, для чего я это делаю То есть я это абсолютно осознанно делаю Я знаю, для чего я хожу на светские мероприятия Я знаю, для чего посещаю премьеры Для чего Для того, чтобы мою музыку я могла петь Не просто у себя дома в душе или на студии у Игоря Матвиенко записывать А для того, чтобы я могла ее делиться с миллионами Но, к сожалению, наша профессия так устроена, что если тебя нет везде То и музыка твоя особо никому не нужна А на самом деле вот интересный вопрос, хочу его обсудить потом Давай через пару моментов Хочу обсудить обязательно, потому что очень много известных людей боятся вот этой И им тяжела эта публичность Как же так получается, что у них профессия именно такая А те, кто мечтают, наоборот, знаешь, работают На сопротивление, так и работают А у нас Виктория Дайнека сегодня в гостях И у нас сегодня в гостях отличное настроение Вот так вот Ну просто Юлюк тут байки травит за эфиром Вик, мы говорили про твою дочку Ну не будем пытать, потому что это реально личное дело каждого Не хочешь рассказать, как его зовут? Не рассказать Благодарю И сюрприз нашим слушателям не делай А мы анонсировали, сейчас придет Дайнека, мы ее разговарим Да нет, конечно А ты мама строгая или нет? Да Я, да Я строгая мама Пять в половине лет И уже строгая? Ну, мне кажется, я всегда такой была Я такая, я очень требовательная Я, конечно, во мне любви очень много И мне нужно все время обниматься, обниматься Но как бы я всегда найду за что наказать Ну объясню, конечно, по делу Чтобы вот все, как бы человек понимал, что и почему А не просто вот я так решила Вот, ну да, я как бы за строгость Ну вот я продолжаю мамскую тему Все-таки, несмотря на то, что ей пять с половиной лет Но дети же очень быстро сейчас развиваются Совсем скоро у нее в руках окажется смартфон Окажется какая-нибудь социальная сеть Где они пропадают Вот все-таки А у тебя двадцать лет стажа уже Да Вот все молодое поколение сейчас Вот если взять их песни, они поют Либо про алкоголь, либо про наркотики Это все время у них присутствует И ну вот ты к этому как относишься? Я недавно даже писала об этом Я категорически против Я считаю, что ну нельзя вообще вслух Ну то есть как бы песни там могут записывать какие угодно Свободу творчества никто не отменял Но публично их освещать в интернете Будь то на радио, еще что-то Я считаю, что это преступление против наших собственных детей Так как они все это слушают И я была ребенком, который фанател от музыкантов Я хотела выглядеть как они Я хотела делать все как они Я хотела разделять их взгляды на жизнь Потому что мне казалось, вот они классные Значит они все делают классно И поэтому, ну мне повезло С людьми, которым я прислушалась Это были гости из будущего Ева Польна, Юра Усачев Вот А как бы есть люди, которые поют о наркотиках Ну соответственно еще дети будут вести себя Как бы так И я категорически против Я просто всеми руками и ногами против А что надо сделать? Я считаю, что нужно ввести Ну как Я считаю, что нужна цензура для таких вопросов Я считаю, что Ну как бы можно петь о чем угодно Но не на столь широкую аудиторию То есть песни такие должны быть Ну в закрытом доступе И не для детей Это весь А вот я знаю одного артиста У кого это весь репертуар такой Да я тоже знаю и девушек, которые так поют И они очень популярны И у них есть дети И я при этом не понимаю Неужели они действительно не осознают То, как они могут влиять Ответственность Конечно Ответственность То есть Я, например, могу вести образ жизни как угодно Но я не буду там публиковать Не знаю Какие-то сомнительные привычки Которые могут вызывать привыкание И портить здоровье людей и детей Потому что я понимаю, что люди, которые за мной наблюдают Могут это повторить Вот То есть Ты, наверное, и мусор сортируешь Нет Но я Зря В целом осознаю свою ответственность И понимаю, что я могу транслировать в люди Делиться чем А что лучше оставить при себе Дабы люди не повторяли за мной Потому что, ну как бы это решение взрослых осознанных людей А как ты относишься к тому, что сейчас вот все поколение Половина там из них Из суперкрутого приложения ТикТок Да Они все, ну, не занимаются вокалом Говорят, а что, зачем это надо Есть вот этот, как он называется-то для голоса Тюнка Тюна Тюна Ну, типа, вот и поправили, и вперед И набирают они свои миллионы И даже на концертах его можно включать И в целом, собственно, все как на студии Только на концерте Я, как человек, который не учился вокалу у педагогов Но училась самостоятельно Я понимаю, как это сложно И как хорошо все-таки бы иметь музыкальное образование Я все-таки голосую за образование Нежели чем за вот эту вот безалаберность Потому что можно учиться Не обязательно учиться в училище каком-то музыкальном Но учиться этому необходимо всегда Будь то там, не знаю, какие-то онлайн-уроки Которых сейчас, кстати, очень много Но мне кажется, нельзя пренебрегать профессионализмом Ну, недавно скандал Большой скандал Валя Карнавал и Лариса Долина Да, но во-первых И вот как его Я все-таки всегда буду на стороне Ларисы Долиной Потому что она, во-первых, знает, о чем она говорит Во-вторых, есть элементарная голосовая, как бы, этика Потому что ты можешь сорвать голос И у тебя его может не стать Просто потому что ты им пользуешься Неправильно Незнамо как Девочки, увы, очень интересно болтать Мы будем пока очень долго Но, к сожалению, нам надо прямо сейчас говорить Пока, Вик, спасибо тебе огромное Только все началось Ты такая классная, такая красавица, такая умница Мы поздравляем тебя с премьерой клипа еще раз Спасибо вам Все срочно смотреть клип Спасибо тебе огромное, что ты была сегодня с нами Всех любим, целую Макс, пока До следующей пятницы Да, все, пока, счастливо Девочки, пока, я остаюсь Вот это пятница Вот это пятница Пятница С Юлией Барановской